Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Лиза. И Маргарита. И Маргарита. Прошу прощения, Маргарита, я с вами ещё не встречался в эфире. Да, да, всё так. Мы через минуту начнём, у нас пока реклама. Ну, слава богу, реклама, это же, знаете, это же за мир, это против войны. Да, сейчас везде видится, либо что-то за мир, либо против мира. Не-не, реклама, бабки, это вообще за мир. А что это за самолёт сзади? Ой, я уже, я в каждом эфире об этом рассказываю. Так я с вами ещё с этим самолётом не сидела в эфире. Лиза, эти обои я привёз из Москвы. Но вообще... Какая недобрая? Ну, самолёт по-американски, понимаете? Американский самолёт из Москвы, привезённый в Киев. В Киев ведь, да? Ну, да, да. Вот, прекрасно. Я же вас не обманывал, когда говорил, что я потомок великих укров. Я вообще женщин не обманываю, и людей в принципе. И это прекрасное качество. Великолепное. Начинаем? Начинаем. Продолжаем эфир. Лиза Аникина, Маргарита Ставничук. Здесь мы говорили полчаса предыдущие про Украину без Украины. И вот решили исправиться. К нам присоединяется Роман Соболюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Здравствуйте. Роман, добрый вечер. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, Маргарита. Я вам хотел сказать, извините, что я так врываюсь. Вы можете об Украине говорить без Украины сколько угодно, но ни одно решение без Украины не будет реализовано в жизни без Украины. Что сейчас говорят уже в Украине по поводу ситуации в Донбассе? По поводу всех этих сообщений об обстрелах, по поводу беженцев? Ну, вы знаете, судя по всему, президент вашей страны решил попробовать себя, знаете, на ниве режиссуры, и в качестве массовки он использует сотни тысяч людей. И вот это мы все наблюдаем. Понятно, не очень это убедительно, потому что никто не верит, что Украина эскалирует в ту ситуацию. И российские вот эти вот театралы рангом пониже спалились где только можно. И если бы, знаете, не убили двоих наших военных за прошедшие сутки, то можно было бы сказать, что не верю или верю, или еще что-то. Но вы понимаете, что на кону жизни очень многих людей, в том числе граждан России. А видит ли сейчас Украина какие-то возможные пути деэскалации этого конфликта? Хороший вопрос, Маргарита, но он же не к нам, понимаете? То есть можно, конечно, пойти на требования Владимира Путина, то есть капитуляцию Украины, но не хочу никого расстраивать, но придется. Этого не будет. И вот сколько бы там Макрон не давил на нашего Зеленского, подвинься там, подвинься сям, а это все связано как раз с российским или путинским прочтением Минских соглашений, этого не будет. Украинцы этого не примут. Вот просто не примут. И да, у нас в стране можно жить только под украинским флагом и по украинским законам, а не под законам Российской Федерации. Вот прямо сейчас читаю ленту информационную, пишут, что ВСУ стягивает тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, сообщает народная милиция ЛНР. И там же идут сообщения о том, что зафиксировано прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе. Что можно сказать по информации, которая есть сейчас в открытом доступе на территории Украины как раз по этому поводу? Лиза, не читайте советских газет. Во-первых, нет никаких вот этих... Служба вынуждена читать, тем не менее. Нет никаких ЛНР и ДНР. Давайте назовем вещи своими именами. Это оккупационная администрация России. И там могу вам доказать это, так сказать, предметно. Но вот в части стягивания... Вот смотрите, 7 лет войны, или уже 8. С 14-го года. Уже скоро 8. Уже 8. И вот эти вот аббревиатуры из трех букв, первая не Х, а вот как вы сказали? Л, да. Они все время сообщают. Мы стягиваем и стягиваем, стягиваем и стягиваем. Слушайте, ну если так было бы, то мы бы уже из Португалии всех солдат НАТО стянули бы. Так можно по кругу стягивать. Одних стянули, других увели. Вот так вот стягивают и стягивают, циркулируют. Слушайте, понятно, что у нас там есть система ротации. И в условиях, когда Россия грозит нам полномасштабным вторжением, а происходит именно это, я не знаю, какие принимают военные решения для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. Но поверьте, нам же... Вот, Лиз, давайте попробуем устроить телемост. Киев-Москва. Вот российская пропаганда в лице Дмитрия Сергеевича Пескова и многих других вот в последнее время заявляла, что Украина нападет на Донбасс, хотя мы его будем освобождать, а не нападать. А может быть, нападем на Россию. И теперь, внимание, вопрос. Ну зачем нам это делать прямо сейчас, когда российская группировка развернута от оккупированного Крыма до Белоруссии, возможно, тоже оккупированной. Мы могли бы выбрать любой другой момент. Но как только стянули 150 тысяч российских солдат и офицеров к нашим границам, мы должны напасть. И, да, заявления об эвакуации гражданского населения из оккупированных частей Донбасса записываются за несколько дней. Все понимают, что этот бросок мангуста — это вот так и называется театральная пьеса. Владимира Владимировича. Секунду. Как Киев оценивает сейчас вероятность действительного военного вторжения на свою территорию? Наши военные говорят, что вы нас пугаете. А если вы нас не пугаете, то мы ваших всех военных отправим домой. Наши западные партнеры говорят, что все идет по сценарию полномасштабного вторжения. Ну, то есть Киев в это не верит? Киев не паникует. Я думаю, что никто ничего сейчас не исключает, потому что стопов у Владимира Владимировича, к сожалению, нет. И очень жалко, что, вот вы, наверное, Маргарита, не знаю, но, Лиза, точно можно вас записать в представителя антивоенного движения России, если я не ошибаюсь. Ну, вы точно не за войну. Ну, мы пацифисты здесь, это точно. И вот как вы сказали, что Киев не считает, что нужно паниковать, Зеленский в своей речи об этом же и говорил, что мы не считаем, что нужно паниковать. Как вы оцениваете речь Зеленского и что за месседж он посылает? Потому что мы сегодня говорим в том числе и о риторике официальных политиков. Ну, обратите внимание, что президент Украины Зеленский сорвал аплодисменты всех стран, он, будучи президентом Украины, а не актером, все нас поддерживают. Месседжи, которые он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, они очень четкие. И если самое главное, вот в российской аудитории могу сказать, мы будем себя защищать при любых раскладах. Я бы даже сказал по-другому. Украина использует все средства для своей защиты. Вот совсем все. Понимаете, для пацифистов это надо проговаривать в российском обществе. Мы будем использовать все средства поражения. Естественно, президент Украины апеллировал к переговорам. И самое главное, вот вы заметьте, он успокаивал Путина. Зеленский успокаивал Путина. Владимир Владимирович, когда встретил Макрона, он сколько раз сказал, что когда Украина вступит в НАТО, тогда мы все вместе с НАТО нападем, ну то есть попробуем, нет, не попробуем, а освободим оккупированный Крым. А Зеленский говорит, послушайте, это оборонный союз. Никто на кого нападать не собирается. Ну, не знаю, кажется, Владимир Владимирович не сильно прочувствовал этот момент. Но заметьте, по ключевым вопросам, глава российского государства, он же ни одним словом не упомянул такую прекрасную вещь. Например, мы не будем нападать на Украину. Вот он, как главный человек в Российской Федерации, который управляет орудиями, он же этого не сказал. Нет, ну вы видите, сказали все вокруг него, которые без его разрешения сказать ничего и не могут. Вот все министры, так или иначе связанные, и Пескул, говорили, что нет, Россия не будет ни на кого нападать, таких планов нет. Правда, они еще попутно говорили, что российские войска покинут территорию Белоруссии сразу после окончания учения, но тем не менее. Но при этом они все готовы к военному ответу всегда. Ответу, не нападение. Да, ответу и военным реакциям. Ну и, возможно, правильно Зеленский успокаивает Путина, потому что сейчас складывается ощущение, что все действительно зависит только от его настроения. Ну вот тут беда, что настроение зависит от настроения президента России, а не президента Украины. Потому что у нашего президента настроение хорошее. Я вот вообще в этом не знаю. Пусть у кого-то в этой ситуации хорошее настроение. Не, ну мы же все оптимисты и очень четко понимаем, что происходит. И самое главное, почему у нас хорошее настроение? Мы же не планируем и не совершаем военных преступлений. Понимаете? Это две большие разницы. Мы не рассказываем, что... Я не знаю. Ну вот скажите, девушки-пацифистки, вот вы верите, что Украина специально обстреляла Ростовскую область? С трудом. Блин, вы что, в Путина не верите? Мы никому не верим. Это наша работа. Никому не верить. А можно ли сказать, что наблюдается какая-то паника на бытовом уровне вот среди граждан Украины? И еще вопрос, смежно вернулись ли украинские чиновники, которым Зеленский давал 24 часа на то, чтобы обратно на территорию страны приехать? Вы знаете, всех я не пересчитывал. У нас же избежали кто в первую очередь? Депутаты ОПЗЖ, это такая партия... Оппозиционная платформа за жизнь. Лиза, вы прекрасно проинформированы. И партнеры этой партии Единая Россия. Вот они почему-то, которые нам рассказывали здесь, что у нас гражданская война, как только Владимир Владимирович подтянул танки к украинской границе, они почему-то сразу сели в машины, в самолеты и убежали. Ну, преимущественно самолеты, конечно. Ну, один человек, который должен мне 2300 российских рублей, Олег Волошин, на машине уехал в Беларусь. Представляете, я и деньги не отдал ни в Москве, ни в Киеве. Так они ему нужны были на проезд на бензин. Но, тем не менее, насколько можно сказать, что вернулись все-таки? Вот просто по какой-то общей картинке. Вы знаете, в городе чувствуется, мне кажется, некое напряжение. Это правда. Я не буду тут хорохориться. Я сегодня ходил на курсы наказания первой медицинской помощи. Нам показывали, как в случае ранения нагладывать жгуты и так далее. И когда инструктор говорит, что в случае пулевого ранения или осколочного, то каждый понимает, о чем идет речь. Но в целом все хорошо. Кафе работает, народ гуляет, тусуется. Некоторые, вот я такого не видел, например, знакомые, соседи моих друзей, они уехали из страны. Но они миллионеры. И они, вообще-то, граждане Израиля, в принципе, им так и надо. Потому что их правительство потребовало, пригласило домой. Многие страны, кстати, сказали своим гражданам, что лучше покинуть территорию Украины. А у нас, понимаете, в чем дело? У нас же другой Украины-то нет. И ехать нам уже некуда. Это наше конечное. Вот моя так тучная. Я отсюда точно не собираюсь уезжать. И, кстати, если вот с настроением президента России будет плохо, поверьте, это будет, я даже не знаю, в каких красках эта дата войдет в историю, но об этом запомнят все и навсегда, и умоются слезами и кровью все. Ну, извините за то, что я пацифистов расстраиваю. Да. Спасибо большое, Роман Цымбарюк, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН. Спасибо за ваши комментарии.